Мы уже рассказывали об объединении Казанэкспресс и Алиэкспресс. С нами связались представители компании из Казани и указали на неточности в материале. Смотрите эксклюзивное интервью об участии маркетплейса после денежных вливаний компании из Поднебесной и о будущем российско-китайского сотрудничества. Новость о продаже доли в казанском маркетплейсе потрясла татарстанцев. Средства массовой информации строили разные догадки. Одни предполагали ребрендинг под давлением Алиэкспресса, другие – разбор нового филиала по косточкам для починки глобальной сети. Дает ли владение контрольным пакетом право диктовать свои условия? С их стороны это был бы очень, наверное, странный ход. Мы им нравимся, компания Казани и Алиэкспресс нравится Алиэкспрессу. Им нравится, как мы работаем, что мы делаем, как мы делаем. И теперь они такие придут и скажут, а теперь вы все будете делать по-другому. Нет, они сделали это для того, чтобы их бизнес дополнился в том числе нашим бизнесом, и их услуги дополнились нашими. То есть получается, что все решает политика конкретной компании? В нашем случае, безусловно, да. Это отношения, основанные на доверии, или они как-то прописаны юридически? Мы все друг другу доверяем, но нет, обязательно документы подписываются в огромном количестве, где прописывается, в общем-то, практически все взаимодействие двух компаний. И в данном случае, безусловно, это не договор о слиянии или поглощении. Это договор о приобретении доли компании взамен на крупные инвестиции. Мы запустили стройку складского логистического комплекса площадью более миллиона квадратных метров. Сейчас мы строим первую очередь, это будет около 150 тысяч, 170 тысяч квадратных метров, и это 7 тысяч рабочих мест. Для того, чтобы это построить, нужно очень много денег. Для того, чтобы прочитать географию, нужно очень много денег. Руководство компании не изменится. Сооснователи компании Ленар Хуснулин и Кевин Ханда останутся у руля. Весь топ-менеджмент, который работает сейчас, сохранит свои позиции. Мы не планируем обманывать ожидания покупателей, отмечает заместитель генерального директора по коммуникациям. Ариадна Кугушева, Универньюс.